приветствую вас дорогие друзья в рубрике пользы и вред продолжаю публикации о сухофруктов о их полезных свойствах и ограничениях сегодня в центре внимания чернослив один из самых ценных и питательных видов сухофруктов тема назвала так чернослив король сухофруктов история чернослива уходит в древние времена считается что человечество начало сушить фрукты еще в шестом веке до нашей эры и одним из первых фруктов которые подверглись такой обработке были сливы но это было в античные времена в южной европе а в россии первые домашние сливы появились только в семнадцатом веке хотя сухофрукты были известны и ранее вопреки распространенному заблуждению чернослив это не отдельная разновидность так называется сушеный плод любой сливы независимо от ее сорта это дерево выращивают на всей территории европы и во многих странах азии в зависимости от конкретного сорта дерево может достигать от двух до шести метров в высоту плоды сливы имеют сплюснутую и заостренную или практически круглую форму их мякоть может быть синего лилового красного недово желтого и даже зеленоватого оттенка кожица всегда покрыта сизоватым налетом чернослив король сухофруктов даже с позиции содержания калия клетчатки и антиоксидант но энергетическая ценность этого продукта тоже высока если говорить точнее то средняя калорийность составляет 241 килокалорий на 100 граммов плодов если рассматривать пищевую цену и состав чернослива то на первое место можно поставить калий поскольку его в этих плодах содержится больше всего высоким содержанием этого минерала обусловлены и целебные свойства данного сухофрукта но в них содержится и много антиоксидантов прежде всего это ретинол из которого организм синтезирует витамин а полезным для зрения также это аскорбиновая кислота витамин е благотворно влияющий на продуктивную систему вчера сливе присутствует также либо флаги ниацин и другие витамины этой группы состав чернослива входит много составляющих которые необходимы для нормальной работы организма кальций железо цинк натрий фосфор магний максимальное количество чернослива в день если нет противопоказаний составляет от 10 до 12 некрупных плодов ученые продолжают изучать свойства чернослива доказана его эффективность в отношении лечения кариеса и заболеваний десен поскольку содержащиеся в нем вещества обладают антибактериальной активностью продолжаются исследования по использованию чернослива в лечении онкологии благодаря всем этим исследованиям мы все больше и больше узнаем полезные свойства чернослива чернослив стоит употреблять ведь он содержит антиоксиданты которые защищают организм от окислительных процессов и помогают остановить процессы преждевременного старения бесспорно регулярное употребление чернослива нормализует кислотно щелочной баланс пищеварительной системы улучшает кишечную перистальтику способствует введению токсинов нормализует микрофлору кишечника предотвращает развитие язвенной болезни благотворно сказывается на состоянии центральной и вегетативной нервной системы вещества содержащие в черносливу стимулирует процессы мышления и памяти способствует нормальному функционированию сердечно-сосудистой системы и артериального давления нормализует уровень холестерина в крови очевидно польза чернослива для мужского организма благодаря высокому содержанию антиоксидантов и цинка он является прекрасным профилактическим средством против воспаления предстательной железы играет огромную роль в укреплении сердечно-сосудистой системы он поможет справиться с такими проблемами как авитаминозом работа проблемами мочеполовой системы низким уровнем тестостерона многих женщин интересует способность чернослива как средства для похудения плоды содержит много клетчатки которые способствуют быстрому насыщению при меньшей калорийности продукта однако похудеть можно только при условии высокой двигательной активности что же касается антиоксидантов то их польза для женского организма очевидно они не только предотвращают воспалительные процессы но замедляют преждевременное старение улучшая состояние кожи и волос а также помогают решить проблему с бессонницей депрессивным состоянием повышенной раздражительностью и тревожностью несколько ягод чернослива это отличное средство для профилактики раковых заболеваний беременным женщинам рекомендуется употреблять ежедневную норму чернослив они помогают с решением многих проблем токсикозом низким уровнем гемоглобина а витаминозом запорами и отечностью конечности особенно благоприятны действует король сухофруктов на растущий организм ребенка и способствует повышению иммунитета ускорению обмена веществ выведению токсинов и активному росту сам по себе чернослив приносит немалую пользу но только при умеренном его употреблении если же включать сушеные сливы в рацион в большем количестве то это раскрывает их вредные свойства числу которых относится высокое содержание фруктозы что противопоказано людям склонам к ожирению способность усиливать тягу к сладкому в некоторых случаях сильные аллергические реакции которые проявляются как кожный сыпь тошнота или рвота кормящим мамам ограничить употребление сухофруктов если только ребенок не страдает запорами чернослив кулинарии имеет широкое применение вариантов может быть много его используют как самостоятельные блюда так и в десертах компота выпечки добавляют в каши сочетают творог или йогурт с этими ягодами особенно он востребован как компонент к мясным блюдам именно чернослив подчеркивает вкусовые качества всех видов мяса говядины свинины баранины и курицы огромное количество различных салатов с использованием этого сухофрукта радуется душа при добавлении его в торт и печенье конфеты в заключение хочу рассказать некоторые интересные факты о черносливе до революции чернослив считался экзотическим лакомством простой народ не вкушал эти сухофрукты в россию саженцы слива привезли из азии в 17 веке срок жизни слива не так долго всего от 15 до 60 лет интересно что сливы домашние имеет гибридное происхождение ее ближайшими родственниками являются тер и алычан чернослив король сухофруктов предупреждает начало воспалительных заболеваний в ротовой полости известен лозунг звезд голливуда ешьте нам чернослив и ваш живот будет плоским напоследок хочу вам заметить что чрезмерное количество чернослива поедать не рекомендуется просто ведите его в свой рацион пейте чай с ним добавляйте различные десерты будьте здоровы берегите себя